В Беларуси из Ставропольского края есть мощный потенциал для роста товарооборота и запуска новых проектов, Александр Лукашенко заявил на встрече с российским губернатором Владимиром Владимировым. Этот регион один из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 9% и составил 140 миллионов долларов. Ваш приезд оцениваем как стремление существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу. Назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместное предприятие производства машин, агрегатов, всех конструкций, которые производятся в Беларуси и которые нужны вам. Вообще это как минимум будет дешевле. Ну, техника, естественно, вы знаете, имеет свойство ломаться, крошиться, выходить из строя. И ее ремонт и обслуживание, все-таки, наверное, белорусская техника тоже будет дешевле. Наряду с развитием кооперации, наши акционерные общества, МАС, МТЗ, МКДОР, Коммунмаша, другие, готовы обеспечивать Ставропольский край своей продукцией в полном объеме. В целях повышения эффективности агросектора мы можем предложить современное технологическое оборудование под реализуемые региональные проекты реконструкции ваших молочно-товарных ферм. Мы этот путь уже прошли, поэтому, наверное, наш опыт для вас также будет интересен. Тем более мы очень многое делаем во всех уголках России в этом плане, даже на Сахалине. Даже. Поэтому про Ставрополье здесь и говорить нечем. 60% всех машин, тракторов – это производство Беларуси. Больше 11 тысяч штук сегодня на территории Ставропольского края. Мы примерно оцениваем в полторы тысячи потребность в обновлении ежегодном. Мы хотели вернуться к вопросу сервиса, конечно же, сборки на территории. Мы предварительно прорабатывали со своей стороны, я как губернатор, мое министерство промышленности, мы готовы с Минпромторгом Российской Федерации вступать в необходимые переговоры по поддержке этого бизнеса, субсидированием техники. Это для нас важный элемент, потому что мы видим сегодня большую потребность. Для развития оздоровительной инфраструктуры курорта «Кавказские минеральные воды» Александр Лукашенко предложил использовать белорусские строительные и отделочные материалы. Также участие в этой работе могут принять наши специалисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова